У нас идет избирательная кампания, незаметно вообще для всех, избирательная кампания в Крутай, ее вообще никак не видно, но только ВДПР, вот, традиционно вывесила свои синие баннеры. Общественника предпринимателя Владимир Барабаш здесь даже публиковал пост. Господа к нейдаты в Крутай, будьте, пожалуйста, чуточку креативней, не следует лепить под копирку один и тот же пост в своих соцсетях, и далее он, там, пример приводит текст, который действительно один текст на всех, по-моему. Был роздан? Это примерно одни и те же дни делают практически все кандидаты, говорит он. Выглядит это, мягко говоря, крипово. Проявите чток творчества или не жадничайте, наймите специалистов. И также блогер Николай Бажен сегодня утром тоже публиковал свой пост, сказал, что наблюдая за деградацией такого института, как выборы, они проходят очень скучно. В партии нет смысла бороться за голоса избирателей, я полагаю, что все хотят отраговаться сильными мира сего. Раньше как-то готовились к выборам, выбирали стратегию, отрабатывали повестку еще до регистрации кандидатов, была движуха. Сейчас это не нужно никому, сказал Бажен. Что скажете? Ну, добавить мне к словам Коли совершенно нечего, он абсолютно прав, очень правильно сформулировал. Вот эта апатия населения, которая в конечном итоге приучили к тому, что оно ничего не решает, из-за него все решают, она в определенном смысле перекинулась и на вот эти низовые уровни избираемой власти. То есть, ну, посмотрите, там, в госсобрание собираются попасть, там, ну, ладно, Монсон, это просто какая-то немножко комическая фигура, да, то есть такая декоративная... А вы серьезно считаете, что он попадет туда? Я не считаю, я знаю, что он попадет туда. Понятно, что это такая декоративная фигура. Ну, например, там, Шамиль Валеев, это, как ее зовут, господи, по правам человека, это у нас, как ее... Гайсина. Гайсина и прочие-прочие вот люди, да, то есть они же идут там по спискам. Генерал Деев. Генерал Деев, но это отдельная история. Вот, по Дееву, это очень такая старая архаическая история, то есть это когда вот, ну, уважаемого человека просто устраивают. А вот я имею в виду те, кто реально собираются зайти в госсобрание и стать депутатами, ну, из тех, кого я замечаю, по крайней мере, то есть, ну, там есть еще нюансы там по коммунистической партии и так далее, это же люди, которые, ну, они тоже не видят нужды в агитации, они не видят, то есть ни Шамиль Валеев, нигде там, ни Гайсина нигде не проявляются, особенно в медийном пространстве, хотя они абсолютно новые люди, они не избирались никогда, то есть им, как бы, сам Бог велел, ну, ярко и красиво себя показывать, но они же понимают, что если они чуть-чуть вылезут сейчас на поверхность, то, ну, реакция будет для них негативной. И они тихонечко идут по спискам партий. То есть, а вот к списке, как сказал Коля Бажин, они там уже отторгованы сильными мира сего, да, как он выразился. И они абсолютно уверены, что они пройдут, ну, зачем им тратить деньги, время и свою репутацию, там, остатки этой репутации, на то, чтобы, значит, публично тут красоваться, рисоваться, да еще нарваться на всякие вопросы, да, так ведь? Угу. Угу.